МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Город С в студии Нарумянцева. Здравствуйте! Без малого четверть века в Самаре существует дворец ветеранов. Чем сегодня живет этот добрый дом? Как родилась идея создания цикла видеофильмов «Трудовой подвиг Самары. История одного героя?» Какие люди приняли участие в реализации этого проекта? И кто стали его героями? Об этом мы будем говорить сегодня. И наши гости – директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. И моя коллега-журналист-телеведущая Ольга Король. Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Здравствуйте. Самарский дворец ветеранов существует с 2001 года. Я понимаю, что изначально он был задуман как место, в котором заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны, о ветеранах-тружениках тыла нашего города. Ну и, наверное, коллектив этого замечательного дома работает и с молодежью для того, чтобы вот эта память об этих и трудовых, и боевых подвигах наших земляков никогда не гасла. Ольга Николаевна, вы расскажите, благодаря каким проектам удается реализовать все эти непростые задачи? Действительно, открытие Самарского дворца ветеранов состоялся в святой для наших россиян день 9 мая 2001 года. И изначально у истоков создания, унициаторов создания нашего дворца были такие люди, как Надежда Ивановна Решетова, например, участница Великой Отечественной войны. Другие люди, которые не понаслышке знают, что такое Великая Отечественная война, как страшно и тяжело было там на передовой, и как непросто было здесь, в тылу. И, конечно, первоначально все наши традиции были заложены именно фронтовиками, участниками Великой Отечественной войны и труженьками тыла. Именно оттуда ведут истоки наши основные проекты, крупные проекты, такие крупномасштабные. Но, наверное, первым я могу назвать это то, что мы именно с этого года начали собирать, теперь уже ставшую уникальной подборку книг, воспоминаний. И, к нашему счастью, благодаря нашей библиотеке сохранились такие издания, которые книги воспоминаний прежде всего, поэтические сборники, песенные сборники, изданные участниками Великой Отечественной войны. И мы понимаем, что тираж их был ограничен. Они ушли, и практически единственные экземпляры остались в нашей библиотеке. На сегодняшний день это более двух тысяч экземпляров книг. И, конечно, периодические выставки, которые мы устраиваем в нашей библиотеке во Дворце ветеранов, они служат вот как раз преемственности поколений и передачи. Передачи того бесценного опыта и основ жизни, которые заложены в этих книгах. Этому сохранению памяти слушат наши музеи. И, опять же, очень знаково, что создание музеев у истоков создания стояли сами непосредственные участники тех или иных событий. Первый музей, который мы открыли во Дворце ветеранов, он состоялся в 2008 году. Это музей бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Он называется «Непокоренные». Музей, созданный узниками. Поэтому самое мощное, сильное впечатление от этого музея на подрастающее поколение оказывает не только воспоминания, но и предметы, события, которые сами узники донесли и оставили в музее. Новый музей культуры и искусства Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, который мы открыли к 75-летию Победы, он рассказывает о малоизвестных и известных страницах Куйбышева, запасной столицы, Куйбышева, культурной столицы. Этому служит наша галерея «Серебряное созвездие мастеров». Этой целью служат другие наши проекты и «Уроки мужества», и программа патриотического воспитания подрастающего поколения, которая так и называется «Память поколений», в рамках которой мы взаимодействуем с образовательными учреждениями нашего города и области. Это концерты, это фестивали, это наш проект «Ветеранская книга рекордов», которая рассказывает в том числе о людях, которые занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Дворец ветеранов – это не только патриотическая такая линия. Нет. Дворец ветеранов можно представить как, знаете, для детей дворец пионеров. Это в нем все вместе. Это и дворец культуры, и дворец искусств, и дворец образования, потому что туда приходят люди, в коллективы, которые были созданы за такое большое время, не только для того, чтобы вот себя показать, но для того, чтобы вот… Мы не случайно же говорим, что дом, где согреваются сердца. То есть человек, который вышел на пенсию, у которого нет работы, возможно, у некоторых нет родной семьи, потому что, как говорится, в силу возраста. И они находят в этом доме коллектив, который согревает, который раскрывает таланты. Человек мечтал всю жизнь, работая бухгалтером, играть на сцене. Пожалуйста. Человек, который работал на заводе, но хотел рисовать, петь. Пожалуйста. Если в преклонном возрасте человек хочет научиться владеть компьютером, то, конечно. И, пожалуйста, приходи, тебя научат, и ты будешь суперски со своими правнуками, внуками наравне всем этим владеть. Вы отобрали несколько фрагментов для нашей сегодняшней встречи. Вот один из них касается работы музея. Ну да, у нас уникальный музей. Куйбышев – провинциальный город на Волге. Но, несмотря на свое отдаление от столицы, город жил активной жизнью. Многочисленные учреждения культуры – музеи, театры, клубы. Именно этому посвящен первый зал нашего музея. Перед войной в Куйбышеве было 44 ведомственных клуба, 32 библиотеки, художественный музей, крыльеведческий музей, музей Ленина, музей Горького, музей Фрунзе. Драматический театр, театр оперы, музыкальный театр, кукольный театр, театр юного зрителя. Все эти учреждения культуры в нашей экспозиции представлены в фотографиях. Советская культура – это культура плакат. В экспозиции нашего музея представлены копии советских плакатов, выполненные по уникальной лоскутной технологии самарским мастером Людмилой Витальевной Тыриновой. Однако главнейшим из искусств для нас является кино. Кино в Куйбышеве любили. Накануне войны в городе было 6 кинотеатров. Одна из самых многочисленных газет «Волжская коммуна» ежедневно публиковала афиши шедших в кинотеатрах фильмов. Кино в Куйбышеве любили, кино снимали. Один из культовых фильмов 1940 года Тимура и его команда снимался в Куйбышеве. Тело кинематографа в довоенном Куйбышеве представлено в нашем зале имитацией городского кинотеатра под открытым небом с деревянными лавками. Для создания колорита в экспозиции используется узкопленочный киноаппарат «УП-2». Такие киноаппараты создавались Одесским заводом «Кинап» имени Дзержинского. Куйбышев еще не знал, что ему суждено стать политической, дипломатической, а главное культурной столицей нашей страны. Судьба послала мне большой подарок. Ольга Николаевна Баранова когда-то, мы с ней знакомы очень давно, очень давно. По-моему, даже вы еще не были директором дворца. Да, из образования. Да, и мы уже были знакомы, но встречались на каких-то праздниках, на концертах, а тут вот Ольга Николаевна 7 лет назад звонит и говорит, Ольга Алексеевна, знаешь, что я ушла как бы на пенсию, все, а не хотите у нас поработать? И я вот настолько думаю, ну, Наташа, вот так хочется поработать. Вот, и в общем-то я не сотрудничаю, я действительно работаю и считаю для себя большим счастьем, благом, потому что это дает такой заряд, когда видишь людей, которые к нам приходят. Вот сейчас, наверное, функции всего коллектива расширились, потому что СВО, и в связи с этим пришли новые люди во дворец, да? Как вот вы работаете, сотрудничаете, я не знаю, взаимодействуете с этими людьми? Вы говорите про специальную военную операцию, про ребят, которые приходят оттуда. Конечно, мы не могли остаться в стороне от того, чем живет наша страна сегодня, и целый ряд проектов, реализуемых в том числе с участием Ольги Алексеевны, направлены на поддержку ребят. Наверное, первый проект, который мне хотелось бы озвучить, это проект «Скрепы добра». Мы, конечно, собираем гуманитарную помощь, наши участники клубных формирований вяжут носки для ребят. Мы там собираем какие-то вкусности, которые мы отправляем. Свечи. Свечи, да, копные. Но мы понимали, что вот те ребята, которые приезжают к нам на лечение, ребята, которые узнали, что такое война, получили ранения, которые проходят лечение, реабилитацию в лечебных учреждениях, они тоже нуждаются в нас и в нашей заботе. Именно для них адресован наш проект «Скрепы добра». Есть концертные бригады, есть наши партнеры, которые с удовольствием откликаются на наши призывы, и образовательные учреждения, которые ребята пишут письма защитникам Отечества. Детские сады, которые рисуют открытки для ребят. Есть, вот продолжаем и носки вязать, и собирать гуманитарную помощь, и мы едем в лечебные учреждения, в военные госпитали выступать. И, конечно, вот та частица добра, которой делятся жители нашего города по откликам самих ребят, врачей, они очень нужны. Ребята должны понимать, что за ними мы, что мы всегда готовы поддержать, готовы поделиться всем, что у нас есть с этими ребятами. Также, например, проект «Свои» — это создание клуба семей военнослужащих совместно с администрацией Советского внутригородского района на базе Дворца ветеранов. Когда каждую среду жены, матери, дети, сами военнослужащие, пришедшие в отпуск, либо уже демобилизованные, собираются у нас во Дворце и имеют возможность и получить ответы на вопросы, которые их волнуют. Получить поддержку, участие, тепло и самые разные форматы и формы, которые интересны членам нашего клуба. Для детей это и мастер-классы, и всякие танцевальные марафоны, и игры. Для более взрослых другие форматы. Но, как правило, и вот Ольга Алексеевна ведет эти встречи, это, конечно, формат от всей души, когда мы стараемся через то, что у нас есть… Неформально. Да, поделиться. Нет, просто приходят семьями, и понимание того, что действительно мы должны передать вот душевно, словами, своим окружить вниманием людей, которые видели совсем другой мир. Мы все равно продолжаем жить в мире. Естественно. Нас как будто бы это не касается. Ребята приходят оттуда, и они немногословны, они не могут что-то еще рассказывать, потому что они все еще переживают. Но когда они уходят и говорят «Спасибо, нам было так хорошо у вас». Тепло и душевно. И мы знаем, что они придут еще. И поэтому понимание того, что вот есть такая связка, это замечательно. А наш новый проект. Да, вот я хотела про этот проект, цикл видеофильмов, как раз «Трудовой подвиг. Самара. История одного героя». Это, конечно, уже там создано, по-моему, 22 видеофильма. Ольга Алексеевна, насколько я поняла, вы являетесь автором этого цикла, со-автором, скажем так. Опять-таки предложение было от Ольги Николаевны, потому что я не видела этот двухтомник, и он же вообще, наверное, большая редкость. Давайте мы сейчас еще дадим одно включение. Посмотрим небольшой отрывок, который вы для нас подготовили. Неожиданно в этом ролике роль чтеца выполняет наш мэр Елена Лапушкина. Давайте посмотрим. Самсонова Ульяна Исаевна родилась 18 августа 1928 года в селе Самсоновка из Соклинского района Самарской области. После окончания ремесленного училища работала клепальщицей, член фронтовой бригады, стаж работы на заводе 44 года, награждена медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ветеран труда и четырьмя юбилейными медалями. Ее закалила война. Мы работали по 8 часов. Потом оставались сверхурочные. За это, помимо ужина, получали дополнительные стахановские талоны, в которые входили чай, пирожок и второе. Деньги, которые нам платили на заводе, переводились на счет училища. Несмотря на все трудности, в бараках жили дружно. Сами сделали площадку для танцев, заасфальтировали дорожку к заводу, чтобы потом по грязи на работу не ходить. Хватало времени и на самодеятельность, и на вышивание. Иногда с подружками засиживались до ночи, вышивали кто лучше. Но моим настоящим призванием была музыка. Сначала в училище организовали струны оркестра, где я играла на альте. Потом появился духовой оркестр. Научилась играть на трубе. И каждое утро в шесть часов я будила своих товарищей. С особой радостью Ульяна Исаевна вспоминает утро 9 мая 1945 года. Меня подняли чуть свет, трубить подъем. Все выбегали, спрашивали, что случилось. А потом, когда разобрались, рыдали от счастья. Как вы привлекали к работе над видеофильмами всех остальных людей, которые делали начитку? Читали эти отрывки? Инна, а можно мы сначала все-таки начнем с этого двухтомника? Потому что если бы не было этих людей, то не было бы и продолжения в чтецах. Хорошо. Это книга «В труде как в бою» издана уже сравнительно давно, в 2011 году. И к 65-летию победы. И авторами этого двухтомника, который рассказывает о более чем 120 дружениках тыла, куйбышевцах. Разных заводов, предприятий, в сельском хозяйстве, в области. Он принадлежит городскому совету ветеранов. И уже вот и авторская группа, многих из них нет в живых, но мне бы хотелось особенно назвать Веру Ивановну Федорову. Это автор проекта, книги воспоминаний. Человек, который собрал людей, готовых поделиться своими воспоминаниями. Все это было обработано, все это было собрано. И эта книга вышла в свет. Но опять же, в силу своей ограниченности тиража, в силу того, что подрастающее поколение сегодня не очень много читает. И чем дальше проходило время, тем больше мы понимали, что мы должны не только сохранить эти воспоминания, эту книгу, но сделать таким образом формат, который будет интересен подрастающему поколению. Нужно, чтобы молодежь услышала, увидела и решили привлечь к прочтению этих воспоминаний современников. Людей разных профессий, разных сфер деятельности, занимающихся разным трудом. Но всех их объединяет одно — это благодарность. Благодарность людям, которые в то время сделали все возможное в тылу, как на фронте, отдавая силы своей, энергию, жизнь, здоровье. И именно здесь, в Куйбышеве, был их фронт. И они сделали максимально возможное. И просто был обычный призыв наш с Ольгой Алексеевной о том, чтобы нынешние современники прочитали эти воспоминания, чтобы они ожили в современном прочтении. И вы знаете, удивительный отклик. Кому бы мы ни обращались, начиная с представителей органов власти, с интеллигенции, с артистов, школьников, общественной организации, все единодушны в том, да, мы хотим. Мы хотим вот в этом проекте отдать свою благодарность, свою частичку своего сердца этому поколению. У нас есть еще один фрагмент. Владимир Гальченко читает отрывок из этой книги. Давайте посмотрим. Ну, Володя, мы с ним очень давно дружим. И первый рассказ в первом фильме читала я сама. А потом уже как бы вот мы думали, а вот кому еще обратиться, потому что все равно вот болезненно, да. И я звоню Владимиру Александровичу Гальченко, теперь уже народному артисту России, и говорю, Володя, так-то и так-то. И вот Володя, опять-таки, репетиции, спектакли, дом актера, а он говорит, Оля, я не то, что я благодарен буду вам, вашему дворцу, за то, что буду участвовать в таком проекте. И поэтому, конечно, вот нам это очень дорого. Очень трогательная там глава. Давайте посмотрим этот фрагмент. Мой завод, мой дом родной. Лето 1941 года. Небо свободное от туч и облаков, теплая солнечная погода. Я, братишка Коля и сестренка Валя играли во дворе дома на улице Волгодонской, где мы временно проживали на квартире. Мама продала дом, корову, и по просьбе старшего сына Володи мы переехали из села в город. Семья наша была из десяти человек. Отец рано ушел из жизни. Матери трудно было нас прокормить, так как в колхозе на трудодни почти ничего не давали. Все старшие дети работали на разных заводах города. И вот утром, 22 июня, пришла к нам соседка и сказала маме, что началась война с Германией. Бомбили наши города. Немецкие войска перешли границу. Помню, что тревога охватила весь город. С первых дней войны появились очереди за хлебом, за керосином. Вставали в 4 утра, и мы с мамой шли в город на улицу Ленинградскую, где в магазинах продавали по одному килограмму сухарей в руки. В это время шел прием в ремесленное училище. В газете «Волжская коммуна» писали, что ремесленники обеспечиваются обувью, шинелью, фуражкой и питанием. Мы с сестрой решили поступать в училище номер один. Решили учиться на слесаре. В 1942 году нас перевели в помещение завода номер 42. Мы делали стабилизаторы для мин. Работали по 12 часов. Помню, как работая в ночную смену, я просверлил 520 деталей. Пришли к моему рабочему месту директор училища и наш мастер. Они меня поздравили. И вскоре меня наградили грамотой и дали премию. 500 рублей. Когда я принес грамоту и деньги домой, то мама меня расцеловала и заплакала. Истории тружеников тыла и фронтовых бригад вы брали из двухтомника. Но ведь, вероятно, для того, чтобы обеспечить очень яркий и интересный видеоряд, вам нужно было какие-то архивные документы, фотографии. Чем вы пользовались? Ну, у нас организовалась очень такая маленькая творческая бригада. То есть непосредственно я выбираю рассказы, исходя из того, кто согласился. И подбираю именно вот, ну, обязательно для женщины женский рассказ, для мужчины мужской рассказ. Это естественно. Ну и чтобы где-то в характере тоже было что-то такое близкое. А что касается уже дальнейшей работы по монтажу, то мой муж Андрей Романович Пекер садится за компьютер. И так как он очень хорошо знает архив и Великой Отечественной войны, все фильмы, которые были сделаны, архив Куйбышева военного, Куйбышева мирного времени, то это его уже большая работа, когда он сидит, монтирует, а потом мы уже вместе обсуждаем, можно ли что-то убрать, оставить и так далее. И поэтому это вот просто так, наверное, сложилось опять-таки. Просто так сложилось. Я так поняла, что фильмы нигде не транслировались. Где их можно посмотреть? На страницах, официальных страницах Самарского дворца ветеранов. Найти нас очень просто. В любой поисковой системе «Самарский дворец ветеранов» мы есть в ВКонтакте, есть в Телеграм, есть в Одноклассниках. И там все выпуски нашей видеокниги есть. За два года. За два года, да. И на официальном сайте Дворца ветеранов. Проект так и называется. Трудовой подвиг Самары. История одного героя. И я так понимаю, что мы сегодня эксклюзивный такой просмотр, мини-просмотр сделали. Заглянули. Но мы даже не мини, мы просто сделали, принесли вам фрагменты, потому что сам рассказ, видеорассказ, он длится где-то вот 10-12 минут. Причем в этом видеорассказе участвует в первой половине, вот начинала тоже, это наш коллега Оля, которая вот заведует всеми нашими музеями, заместителем, да, Ольга Станиславовна Петрушкина, заместитель Ольги Николаевны. И она делала экскурсии около тех предприятий, откуда мы брали рассказ героя. И это тоже для подрастающего поколения, это узнавание Самары, какие предприятия были, какие остались. Это история. Уже 22 фильма создано, но я понимаю, что не все материалы исчерпаны, не все истории жизни. Будет продолжаться эта работа? Судя по тому отклику, который есть на наши фильмы, судя по тому душевному отклику самих участников, которых мы привлекаем, мы понимаем, что этот проект нужен. И, к сожалению, с каждым годом живых свидетелей, дружеников тыла, все меньше и меньше. Тех, кто может сам рассказать, все меньше и меньше. И я уверена, что вот нашим проектом со временем практически вот эта часть истории Куйбышева, часть истории нашей страны, она будет... Сохранится. Сохранится, да. И она будет использована в том числе и для внеклассных мероприятий, для воспитательной работы в школах, в вузах и так далее. Поэтому, ну, я очень надеюсь, что... Что у нас все сложится. Что сложится, да, Ольга Алексеевна, здоровье и творческие успехи, вернее, планы и все остальное. Потому что, конечно, без Ольги Алексеевны этот проект, он не был бы вот тем проектом, который сейчас. Потому что каждый фильм, он особенный. И я понимаю, что весь материал, она пропускает не только через себя, да, через свой собственный опыт, через свое какое-то мироощущение. Они, вот, в создании Ольги Алексеевны, они становятся особенными. И главное, что есть люди, которые отзываются и читают. Потому что, когда человек не просто говорит, да, я прочитаю, он переживает. Он говорит, а как лучше? Волнуется. Потом предлагает, например, а давайте вот снимем где-нибудь в таком месте, чтобы это было еще интереснее. Но вот это случай с Дегтевым, потому что, ну, я никак не ожидала. Он говорит, я назначаю вам встречу в нашем колледже. И мы приезжаем в колледж, а там... Да, я очень рекомендую нашим телезрителям посмотреть вообще все эти 22 фильма. И этот фильм, где рассказывает свою историю Алексей Дегтев, председатель Самарской думы, очень интересно. Мне очень отрадно, что Кубинский индустриальный педагогический техникум, где сегодня мы записываем, так сказать, нашу передачу, имеет историческую биографию. А именно, учащиеся выпускники в годы Великой Отечественной войны, заменив старшее поколение, пришли на завод совершенно мальчишками. Встали у станков и выполняли государственный заказ. Точили снаряды, делали сложные боеприпасы, в том числе для знаменитых реактивных «Катюш» делали взрывное устройство. И сегодня в рамках специальной военной операции мы здесь вместе с ребятами, с мастерами делаем, может быть, невысокотехнологичные изделия, так называемые саперные кошки, но которые, поверьте, выполняют свою роль и спасают десятки, сотни и тысячи жизней. Сегодня мне вдвойне приятно находиться здесь, в мастерских, которые посредством, но имеют отношение к бывшему заводу имени Масленникова, который находился здесь в шаговой доступности и учащиеся и училища имени Потапова и знаменитых кептов составляли основу и мастеров, и рабочих данного завода. Но главное, что на заводе всю свою жизнь, самое главное, в год Великой Отечественной войны поработал мой дед. Как раз работал на специальностях токарных, фрезерных, слесарных и в годы Великой Отечественной войны подавал неоднократно рапорт на фронт, но у него была государственная бронь, потому что выполнял очень важную задачу, делал взрыватели для знаменитых «Катюш» ракеты. Там про все, и про дедушку, и про себя, и про современных ребят, которые делают своими руками что-то для ребят, которые находятся на СВО. К сожалению, сегодня мы не сможем показать этого фрагмента, у нас уже нет времени, Ольга Алексеевна. Спасибо вам большое за этот проект, за эту работу, за то, что сегодня были с нами, и благодарю вас за то, что предоставили нам эти замечательные фрагменты. Напомню, гостями в нашей студии сегодня были Ольга Баранова, директор Самарского дворца ветеранов, и Ольга Король, журналист, телеведущая. Еще раз благодарю вас, благодарю всех за внимание. Спасибо большое, что пригласили. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова